Референдум прописан избирательным кодексом, но в общих чертах. Будет городская комиссия по референдуму и будут работать участковые комиссии, которые, вы знаете, что по кодексу могут быть в количестве от 5 до 19 человек. Поэтому это достаточно затратное мероприятие, в том числе и по персоналиям, и по финансам. Поэтому здесь мы должны все четко поставить приоритеты, чтобы те два месяца, которые у нас есть до начала референдума, каждый день живет процесс. Мы хотим показать реальное отношение Брещан к этой теме. Возможно, если в форме консультативной, дополнить еще несколько тем, чтобы заодно спросить мнение Брещан о каких-то других вопросах в жизни города. Пусть это же будет не вопрос референдума, а вопрос опроса жителей города, но это тоже достаточно интересно. Я благодарен тем горожанам, которые откликнулись на сегодняшнюю встречу. Мы благодарны главе государства за его отношение к нашему городу и к нашему общему желанию, чтобы город Брест был городом социальной гармонии по большому-то счету. Я думаю, что это абсолютно так. Два пути механизма путем сбора подписей и инициирования местной власти. Дальше вопрос формулировки референдума, его юридической силы. То есть мы здесь первооткрыватели будем, первопроходцы. Но я абсолютно уверен, что это движение навстречу, это движение во благо нашего города и готов эту работу, как готов это сам по себе, понятно, что буду лично координировать, вести эту работу. Мы даже договорились, чтобы уже не сбываться с ритмом. Каждое воскресенье актовых долгов из полкома в определенный период будет открыт для уже более узких форматов обсуждений. Система наблюдения за выборами. Списки для этих голосующих, состав участковой комиссии, все это будет абсолютно прозрачно. И как сейчас говорят, транспорен. Продолжение следует...